привет всем наступило лето и многим захотелось музыки летней горячей теплой в этой связи конечно я достал несколько пластинок питера тоша кто не знает это черный ямайкский рок-музыкант который играл музыку рэй гей или регги как у нас говорят работал он с бобом марли группе the wellers играл на гитаре и пел сочинял песни в том числе ряд хитов боба марли у которой известно как песни боба марли типа там get up stand up и еще довольно много и в общем являлся ведущей силой группы the wellers с бобом марли но потом пути их разошлись я не знаю почему они поссорились или не поссорились а просто питер тош ушел из группы the wellers трудно сказать потому что причин всегда много не бывает одной причины что музыканты разошлись их всегда очень много человеческие отношения сложные нюансы то все в общем ушел свободное плавание питер тоже но на самом деле не об этом я хотел сказать а хотел я сказать о том что у нас музыка регги как-то воспринимается как такая легкая музыка для вечеринок так ее и играют а так когда вот так вот играют это не реги это такой легкий блатничок получается на самом деле потому что музыка регио достаточно сложна она парадоксально тем что в ней присутствует полный оттяг музыканты совершенно расслабленно получают огромное удовольствие ну во первых музыки регги очень много и очень разный тысячи коллективов играют эту музыку и все играют по-разному и с разными целями в разном настроении но везде присутствует ощущение легкости полного такого погружения в ритм в кач в эту музыку в мелодию но при этом построение очень сложное разбирать партии баса например регги песнях настоящих ямайкских это занятия не для слабонервных вообще равно как и партии ударных с партии гитары проще хотя играть там нужно очень хорошо чем славен питер тоже как гитарист был и еще одна штука то о чем я сказал что музыка это воспринимается как такая легкая музыка для вечеринок с одной стороны да эта музыка для танцев когда черные парни и девчата на пляжах в ямайке танцевали любили друг другу получали удовольствие а с другой стороны более протестной музыки чем регги в природе не существует но может быть только панк-рок еще хотя я думаю что регги более агрессивно потому что более агрессивно в смысле содержание смысле подачи панк конечно полный вперед что касается содержания регги здесь переплюнуть сложно это настолько протестная настолько яростная настолько прямая музыка которая говорит о сопротивлении о борьбе об изменении существующего порядка о смене режимов о чем угодно и достаточно прямо рубит правду матку вот эта самая легкая музыка регги но все конечно и играют по-разному с разным наполнением с разным содержанием все зависит от цели например питер тош и бог марли отличались друг от друга тем что бог марли все-таки шел в струю мейнстрима и при всем социальном заряде его песен а он очень сильный конечно все это немножко было сглажено чуть-чуть но сглажено а питер тош рубил правду матку рубил настолько ее что получал за это помимо грэмми которые у него были получал и другие вещи например известная опять-таки по книжкам по каким-то кускам информации которые доходят из разных мест получал от кита ричардса они очень дружили до этого я дойду потому что вот эта классинка mystic man она выпущена компанией rolling stones records под руководством собственно говоря джаггера и ричардса предыдущий альбом буш доктор питера тоша при прямом участие до rolling stones был записан там джаггер и ричардс и поют и играют и продюсируют и все что угодно делают mystic man тоже rolling stones records код ричардс с тошем дружили и однажды когда ричардс приехал на ямайку в свой дом у него и на ямайке был дом и есть наверное думаю застал там питера тоша в компании друзей в дрэдах в измененном состоянии сознания при этом еще с автоматами акм сидящих и прократающих досуг и ричардс выгнал всю эту банду нахрен из своего дома не испугался автоматов акм разогнал все это ямайкскую компанию вместе с питером тошем замечательным музыкантом и больше они не общались насколько мне известно хотя это все тоже это тоже все сложно общались не общались никому это на самом деле не известно что между ними происходило в любом случае они записывали музыку вместе был период помогали друг другу и ричардс был очарован в общем-то творчеством питера тоша потому что питер тош замечательный гитарист офигенный певец с мощным брутальным таким голосом очень тонко чувствующий музыку очень хорошо поющий выпивающий очень сложные мелодии там с многоголосиями со всякими штуками навороченными просто музыкант от бога что называется они стал он супер звездой хотя он конечно на ямайке он конечно супер звезда и среди тех кто любит реги знает эту музыку он слушает и это конечно человек если не номер один то он номер почти один боб марли ясно это да это да все это все мы знаем кто это такой многие не знают кто это такое слушают и не понимают что он поет и что что за этим всем стоит но во всяком случае раскрученное имя до мега звезда боб марли понятно питер тош это мега звезда не состоявшиеся именно из-за своей не политкорректности именно из-за того что играл и пел и сочинял не хуже чем боб марли а может быть где-то и лучше даже во всяком случае что касается качество аранжировок на его пластинках это вообще фантастика это настолько здорово настолько круто что у бога марли скажем так лаконичнее все это выглядит очень хорошо я очень люблю но по суше полаконичнее а здесь наворочено столько что мама дорогая но это не мешает основе не мешает этому самому реги все равно это остается реги но это очень круто сыграно ну на самом деле достаточное количество групп есть настоящих я майк и я майкских и не я майкских а английских и каких угодно с я майкскими музыкантами которые играют регги например стил пулс группа такие там инструментальные вещи такие штуки с ума сойти как люди играют очень сложно гармонии мелодии все наворочено а остается все все в этой штуке сидит все равно в рыбе но 1979 год вот эта пластинка мистик мэн это первая пластинка тоже которую я услышал году в восьмидесятом совершенно случайно на толчке я выменял эту пластинку она до сих пор у меня та самая еще с танчика хотя она проходила через несколько рук здесь где-то есть два было здесь сода нужен наклеечка магазинов потому что я ее когда-то поменял потом она попала в комиссионный магазин в этом комиссионном магазине через много-много лет я ее выкупил обратно ту же самую пластинку как родную знаю все трещинки конверта и все остальное круговорот дисков в природе происходит так вот я не знал кто это такой вообще начал слушать и проникся еще тогда в в 1980 году в прошлом веке альбом вышел в 79 на rolling stones records и я уже конечно слышал регги уже слышал боба марли уже представлял эту музыку себе хотя на самом деле не очень представлял потому что она мне казалось таким вот этим самым белым блатничком ну как у нас играют в основном есть группы очень хорошо понимающие и знающие как играть музыку регги но основная масса когда начинает например там scorpions какой-нибудь немецкий как начал это кошмар это это еще хуже чем белый блюз много во много-много-много раз mystic man первая песня она сразу конечно выбрасывает питера тоша из мейнстрима далеко-далеко-далеко хотя сыграно прекрасно спета великолепно моторный ритм такой чуть-чуть приближающийся к диска но на грани диска я уже говорил это про rolling stones если бы все диска было таким как у питера тоже дороге стон я выслушал только диска это регги но уже близко задвинуто в моторику в такую диском mystic man и здесь питер тоже поет о том что он не будет принимать никакие препараты изменяющие сознание перечисляют все эти препараты не не будет не желает пить шампанское не желает жрать ваши эти гамбургеры жрать ваши сосиски пить ваши разноцветные лимонады имею ввиду конечно там всякие коричневые шипучки и про и прочее и прочее и прочее мне это все не нужно это все не для людей а я человек из прошлого что мне очень близко кстати говоря я человек из прошлого который живет в настоящем и идет пешком в будущее mystic man питер тоже вот он но он здесь правда на колесики едет в будущее ну очень философская очень насыщенная песня recruiting soldiers следующий номер им recruiting soldiers армия антихриста то есть капиталистический мир растет формируется и крепнет а я собираю воинство против этого капиталистического мира поет питер тоже сразу из мейнстрима вон конечно сразу американский establishment эту музыку не примет никаким боком тем более у черного парня что тут говорить о recruiting soldiers в отличие от первой песни mystic man которая такая вот моторная дискообразная но не диска до recruiting soldiers как раз такая вот расслабуха регейная а им рекрутенса уже настоящая классика can you see пошло классическое регги джаз но тоже файт он понятно что файт борись и очень хорошая песня bukingham palace открывающая вторую сторону она идет девять минут такая сюита большая анти английское полотно тоже приближенная к диско с массой бэк-вокалов с кучей инструментальных партий с клавишными с синтезаторами с гитарами на бас-гитары игра играют робби шекспир я робби шекспира как говорят на барабанах слайда слайду бар ритм секция такая что здесь просто я не знаю всем слушать всем кто играет на бас-гитарах на ударных просто слушать 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 погружаться учиться и все равно не понять как все это сделано настолько много настолько много играет шекспир на бас-гитаре такое количество нот но все это в ритме все это в структуре все это в мелодии так кайфово просто не оторваться д-д-д-доллар дай но это гимн день когда доллар умрет и гимн светлый расслабляющий то есть регги счастья наступит в тот день когда умрет доллар актуально в семьдесят девятом году спета человеком crystal ball яростная песня антикапиталистическая и слухи о войне rumors of war помимо социального содержания очень хорошая музыка очень сложно все сыграно всего много как я уже говорил синтезаторы фортепьяно другие какие-то клавишные с непонятными звуками по моему мук там даже присутствует гитары бас духовые вписываются волшебным образом в общем пластинка меня просто вывела из колеи боба марли это читал что боб марли только играет регги и эрик клэптона им шата шериф уныло я люблю эрика клэптона но его версия она конечно только для залов грэмми для парней во фраках которые нихрена не понимают в музыке вообще и хочется мне еще показать вот эту пластинку питера тоша который называется equal rights это год 77 если я не ошибаюсь по моему 77 после этой пластинки rolling stones начали работать с питером тоже потому что пластинка великолепная gear up stand up первая песня которая входит в репертуар боба марли и the oilers естественно и downpresser man прекрасная аранжировка этой песни здесь она длинная невероятно красивая но некрасивее чем песня i am that i am с такими голосовыми линиями что многие белые прогрокеры просто позавидуют и может быть пересмотрят свои устремления и увлечения и займутся чем-нибудь другим настоящие киты останутся такие сомневающиеся отвалятся потому что питер тоже здесь поет сочиняет и композиторствует так что вот это регги она может убить половину начинающих прогрокеров ну и все остальное здесь степен рейзор и equal rights african джагает апартеид последняя вещь пластинка настолько музыкальная настолько она насыщена и инструментами и композиторскими идеями музыкальными что просто рот открываешь ничего себе регги и такое бывает и ошеломленные этими открытиями и воспоминаниями от того что я пережил когда впервые услышал эти пластинки я пошел пить пока